В эфире «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! В Архангельске уже в будущем году будет построено 16 социальных домов. Почти 2000 горожан улучшат свои жилищные условия. Одним из адресов стала улица Конзихинская, что в Северном округе. В ходе рабочей поездки в этот район города на объекте побывал мэр Архангельска Виктор Павленко. В прошлом году здесь уже было построено 3 12-ти квартирных дома, в которые переехали жители 6 аварийных деревяшек. Сейчас компания «СК-сервис» возводит еще три дома. Уже завершена сборка панелей заводского изготовления. Каркасно-панельные дома, они себя зарекомендовали уже достаточно давно, с хорошей стороны, потому что они недороги, потому что в них дышится легко. И, собственно говоря, благодаря тому, что мы делаем это на заводе, буквально перенося проект на станок, то получаются очень точные конструкции, которые легко собирать. И эти дома действительно можно назвать быстровозводимыми. А главное – максимально адаптированными для жителей. Например, в одном из домов будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новоселье здесь отпразднует семья Кузнецовых. Яну Кузнецова врачи называют «хрустальным мальчиком» из-за необычайной хрупкости костей. Мэрия уже помогла Кузнецовым с квартирой в социальном доме на Сувтина, а теперь им дадут большую благоустроенную уже в доме на Конзихинской. Эта улица, кстати, в скором времени превратится в большой микрорайон. Третью очередь домов на Конзихинской муниципалитет планирует построить уже в 2015 году. Для того, чтобы продолжить строительство этого микрорайон, решить ССБК по санитарной зоне. Кроме малоэтажного строительства на этом участке, в перспективе возможно возведение и многоэтажных домов. Работы идут качественно, мы посмотрели. Дома монтируются на заводе, который рядом находится, поэтому сомнений нет. Я общался с жильцами, которые уже прошли зиму в этих домах. Дома теплые, комфортные, поэтому я думаю, что среди малоэтажек эта форма и проект нормальный. Несмотря на всякие трудности, мы заключили договор и провели конкурс по цикламине, и будем там 13 секций, 7 домов строить уже. Буквально в ближайшие дни это начнется строительство. Городоначальник также сообщил, что мэрия намерена завершить и строительство 4 домов на улице Доковской, куда также переедут жители аварийных домов. В целом строительная отрасль Архангельска сегодня значительно увеличила темпы возведения социального и коммерческого жилья. Объемы сдачи в строй жилых квадратных метров будут расти и дальше. Все предпосылки для этого есть. Мы сдаем где-то порядка более 90 тысяч квадратных метров. Сегодня задел 363 тысячи квадратных метров. Это без учета индивидуального и частного строительства. Сегодня мы ждем подписания все-таки указа президента Российской Федерации, внесшей изменения в 185-й федеральный закон о приборивании, так называемый. Значит, этого пункта не будет. Мы сейчас готовим участки. Идет планировка территории. Это седьмого микрорайона и шестого микрорайона. Это нас даст возможность в ближайшее время построить 240 тысяч квадратных метров жилья. То есть это будет замечательный задел на долгие годы работы по выполнению программы. Прежде всего, конечно, это строительство социального жилья, возможно, и коммерческого жилья. Для этого нужна, конечно, инфраструктура. Сейчас мы работаем с администрацией области, чтобы попасть в эту программу подготовки инфраструктуры. Виктор Павленко отметил успешный опыт реализации городской программы развития застроенных территорий, которые приняты в 2011 году. В этом году она значительно расширила географию жилищного строительства в Архангельске. Уже расселено шесть домов и более ста человек получило жилье. Такой вариант решения жилищного вопроса уже заинтересовал другие города северо-запада. Например, Петрозаводск. Тем не менее, муниципалитету с проблемой расселения ветхого и аварийного жилья в одиночку не справится. Взять, например, те же затраты на инфраструктуру в новых районах города. Финансирование этой части строительства могла бы обеспечить в том числе и программа развития Архангельска как областного центра. Но ее работа по решению регионального правительства приостановлена. Альтернативной областной программы, способной решить квартирный вопрос для жителей аварийных и ветхих домов, сегодня нет. Работу мэрия города продолжает своими силами. С начала нового учебного года в детских садах областного центра откроются дополнительные группы для детей дошкольного возраста. Такую задачу мэр Архангельска Виктор Павленко поставил перед муниципалитетом. А всего таких групп будет девять. У Марии Воробьевой подробности. С первого сентября в детском садике при пятой школе «Елочка» дополнительно откроется одна группа, девятая по счету. Детский сад станет гостеприимным домом для двухсот юных горожан. Чтобы в маленькой «Елочке» было не холодно зимой и тепло летом, установлен теплый пол, сантехника, межкомнатные двери, заменены оконные блоки. Работники фирмы «Профистройдизайн» работают очень оперативно, работают качественно. То есть каждый день мы контролируем их работу и видим, что довольно быстрыми темпами работа подходит к концу. Срок сдачи этой группы у нас 15 августа. А вот в начальной школе детском саду номер 77, что на Новгородском проспекте, работы завершатся 31 июля. Здесь тоже откроется одна дополнительная группа и примет 25 малышей. Еще в прошлом году в этом помещении была игровая комната, а с 1 сентября здесь появится спальня. Уже собраны 25 кроваток. Осталось сделать косметический ремонт. Сейчас рабочие укладывают кафельную плитку, ведутся малярные работы. Капитальный ремонт в здании практически завершен. На данный момент выполнена замена унитазов, раковин и работы сантехнически заканчиваются. И на сегодняшний день еще ведутся работы по установке теневого навеса. Обеспечение детей местами в детсадах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. В этом году с 1 сентября в Архангельске откроется 9 дополнительных групп. По числу детей это полноценный садик на 175 мест. Мария Воробьева, Ольга Красулина, Алексей Шаршов. Панорама Севера. В Архангельской области находятся свыше 300 граждан Украины, покинувших юго-восточную часть страны. В областном центре их приняли 4 пункта временного пребывания, один из которых – госпиталь ветеранов войн. Сегодня там побывал Артемий Заварзин. Еще недавно семья Копыловых также неспешно прогуливалась по окрестностям родного города Брянка на Украине. Теперь их новым домом стал наш город. В пунктах временного пребывания в Архангельске сегодня 114 граждан Украины, 37 из них – дети. Всем оказывается необходимая помощь, в том числе врачебная. Ну это люди, которые пережили стресс, переезжая из одной страны в другую. Это первое повлияло, сказалось, на их здоровье. А во-вторых, конечно, климат северный и климат Украины, он отличается. Поэтому у детей и простудные заболевания, и зубки заболели. И вообще и у взрослых есть проблемы, над которыми мы просто работаем и им помогаем. Особое внимание беременным женщинам. Среди гражданок Украины таких шесть. Ждут прибавления и в семье Копыловых. Это врачи еще в 100 раз лучше, чем у нас там. Тут совсем большая разница. Врачи проводят осмотр всех граждан, прибывших из Украины. Процедура необязательная, но желательная. Особенно в части вакцинации. Кроме того, когда подают в миграционную службу заявление, обязательным требованием – это медицинское освидетельствование, где проходит перечень тех обследований, которые необходимы для определения здоровья, особенно в отношении стали значимых заболеваний. Уже знакомые нам Копыловы все обследования прошли. Сейчас в семье выбирают имя третьего ребенка. На свет он должен появиться в сентябре. Артемий Заварзин, Олег Ширяев, Панорама Севера. Июль в нашем регионе самый жаркий месяц и традиционный сезон для купаний. Но, к сожалению, в этот период нередкие несчастные случаи на воде, порой произошедшие из-за несоблюдения правил безопасности. А знают ли о них архангелогородцы? Об этом в сегодняшнем опросе. Не купаться в необорудованных местах, тем более не купаться в нетрезвом состоянии, не толкаться на воде, не хулиганить. Ну и, соответственно, не более, наверное, полчаса не купаться. Самое главное на воде – это быть трезвым. Не уплывать далеко от берега. Где разрешено купаться? У нас купаться поблизости города вообще не положено. Правила безопасного поведения на воде – ну, во-первых, не отпускать детей купаться одних без присмотра, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, ну и не купаться в незнакомых местах, где не знаете там, какое дно, и не прыгать с высоты, если вы не знаете, что там действительно, ну, глубину не знаете. Во-первых, обязательно в порядке жилетное нужно. Во-вторых, в принципе, где, ну, предупредили надписи, что есть, и желательно вообще, где есть незнакомые, так желательно вообще не купаться. Не заплывать далеко, если не умеешь плавать. Пользоваться спасательными средствами. Ну, только не баловаться, в основном, аккуратно себя вести, не тянуть друг друга за ноги, за руки. За детьми надо следить внимательно обязательно. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Поморья зафиксировано 59 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, состояла свыше 330 гектаров. Региональное министерство природных ресурсов и ЛПК напоминает, в лесах Архангельской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям, предприятиям и организациям, нарушившим правила пожарной безопасности в лесах, придется заплатить штраф от 3000 до 200 тысяч рублей. В налоговых органах полным ходом идет работа по исчислению граждан имущественных налогов за 2013 год. Всего жителям Архангельской области и Ниньского автономного округа планируется направить почти 600 тысяч единых налоговых уведомлений. Из них 284 тысячи уже доставлены адресатом. Чтобы у граждан было достаточно времени для уплаты налогов, рассылка документов в регионе будет завершена до конца августа. К 50-летнему юбилею Музея деревянного зодчества «Малые Карелы» в Архангельской области вышла в свет книга Елены Заручевской про крестьянские хоромы. Новая книга знакомит детей и их родителей с традиционным северным деревянным зодчеством. Книга богата проиллюстрирована многочисленными фотографиями из хозяйственных построек, которые все еще можно увидеть в Архангельской области. Книги повествуются об истории возникновения крестьянских хором, об отличии их от обычных построек. В Архангельске полицейские изъяли более 14,5 тысяч контрафактных дисков и несколько десятков модифицированных игровых приставок. Производственный мини-цех и склад располагались в обычной квартире. Это кадры обыска в одной из торговых точек Архангельска. Оперативники изымают сотни дисков. У полицейских есть веские основания полагать, что продукция контрафактная. В ходе проведения оперативно-ростных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Архангельской области была установлена группа в количестве 5 человек, которая осуществляла изготовление, хранение и последующий сбыт контрафактной продукции. А это уже другой обыск. В квартире одного из участников группы он по версии оперативников непосредственно занимался перепрошивкой популярных сегодня игровых приставок и изготовлением контрафактных дисков с программами для них. В обычной квартире был организован мини-цех по производству дубликатов. На вопрос, что заставило заниматься противоправной деятельностью, у молодого умельца ответа не нашлось. Я не знаю даже, что в принципе... Ну, понятно, но... Оперативники нашли доказательства того, что именно здесь лицензионные программы вскрывались, копировались и тиражировались. После чего диски упаковывали, причем на полиграфической продукции злоумышленники размещали чужие зарегистрированные товарные знаки, чем также нарушали закон. Для придания товарного вида нужно было немного. Принтер, ножницы, бумага. В ходе обыска полицейские обнаружили и устройства, которые использовались для модификации приставок. Для прошивки. Прошивки. Для прошивки. Они... Ну, можете пояснить, что это такое? Устройство для запитывания приводов и, соответственно, перепрошивки. Суть перепрошивки заключалась в том, что злоумышленники взламывали и установленную правообладателем на игровых приставках защиту в оригинальное системное программное обеспечение вносили несанкционированные изменения, в результате чего на игровой приставке можно было использовать контрафактные диски. Клиентов было немало, так как цена дубликатов намного ниже, чем у лицензионной продукции. О хорошем товарообороте свидетельствует не только количество и разнообразие изъятой продукции, но и ее запасы. Настоящий склад дисков и приставок находился в квартире еще одного участника группы. В ходе проведения обысков было изъято свыше 14,5 тысяч дисков с признаками контрафактности и свыше 30 модифицированных игровых приставок. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по фактам нарушения авторского права 146 Уголовного кодекса и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам грозит крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Изъятая продукция направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления ВД. О том, что чисто там, где не мусорят, пожалуй, знает каждый. Но некоторые жители Новодвинска все же организовали мусорную свалку, причем совсем в неположенном месте. С открытия дачного сезона администрация установила при выезде из города бункер для крупногабаритного мусора. Не прошло и несколько дней, как эта емкость была переполнена, а территория была завалена мусорными пакетами. Образовалась настоящая свалка, которая не только портит вид, но и загрязняет окружающую среду. Площадка для установки бункера здесь запрещена. Потому что это не предусмотрено генеральной схемой очистки нашего города. Тем самым, складирование мусора здесь не разрешается. Бункер, который был установлен на период, если мне память не изменяет, это с 1 мая, это было временное явление. Но данная мера нам показала, что мусор начали складировать в больших объемах. Везти его начали с города, с дачи, с предъявающих гаражей. Объем очень был большой. Было принято решение бункер убрать отсюда. И тем самым вывезти на плакат, что мусор здесь складирование запрещено. Но призыв здесь не мусорить, не действуют. Отходы по-прежнему выбрасывают в этом месте. По большому счету, мы имеем право складировать отходы только там, где платим за это. То есть, мусорные контейнеры около своего дома в дачном или гаражном кооперативе, если там организован вывоз мусора и берется за это плата. На выезде из города за уборку отходов никто не платит. В испанском городе Малага завершился чемпионат мира по мини-футболу среди студенческих команд. В финале сборной России переиграла бразильцев со счетом 8-5 и стала победителем турнира. Отрадно, что честь нашей страны защищал и воспитанник Архангельской футбольной школы Константин Чащин. В Северодвинске в рамках чемпионата области по футболу состоялся матч между новодвинской командой «Двина» и северодвинской «Беломорец». О том, как разворачивались футбольные баталии сюжет наших коллег из Новодвинска. Это уже третья выездная игра нашей команды «Двина» в рамках чемпионата области по футболу. Матч проходил в Северодвинске на стадионе «Беломорец». В сборную команду «Двины» вошли игроки разных новодвинских команд. Были представители флагмана, пламени, ЛДПР и торпеда. Поддержал «Двину» и помог в игре с северодвинским «Беломорцем» один из опытнейших игроков Новодвинска Геннадий Куц. Это единственный из ныне играющих в Новодвинске пятикратный чемпион области. В качестве тренера команды выступает Дмитрий Белоусов, а капитаном выбран Денис Бушуев. Соперник «Двины» в этом матче одна из лучших и быстро прогрессирующих команд в области. Несмотря на то, что «Двина» играла не в своем городе и у нее не было поддержки со стороны трибун, новодвинцы смотрелись на поле очень уверенно и смело, поэтому их волю к победе отметили болельщики соперников. Хорошие команды, «Двина» тоже очень хорошая команда, особенно можно выделить там десятого игрока. За последние пару лет в Новодвинске появилось сразу несколько интересных команд, внутригородские соревнования теперь проходят с жесткой конкурентной борьбе. Благодаря этой конкуренции общий уровень футбола в городе растет, и этот потенциал очень важно не растерять. Сегодняшний год оказалось, что мы даже таким составом, который в принципе у нас не наигран, ребята молодые, буквально собылись третий-четвертый раз, тем более приехали в такое хорошее поле, здесь вообще такие условия, нужно брать нам северодвинский пример, можно даже посмотреть в курс, сколько детей, сколько молодежи занимаются, у нас, конечно, пока таких условий нет. Следующая домашняя игра на стадионе спорткомбината «Двина» состоится 25 июля в 19 часов. Сборная города встретится на поле с архангельским химиком. Новодвинцы, приходите и поддерживайте наших спортсменов. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 25 июля в 19 часов на стадионе «Труд» состоится футбольный матч между командами «Водник» и «Рома». Все любители футбола могут поболеть за наших спортсменов, не выходя из дома, посмотрев прямую трансляцию матча на телеканале «ПС». 26 июля в прямом эфире телеканала «ПС» плацконцерт духовых оркестров из Скирова, Чебоксар и Архангельска, участников третьего фестиваля «Дирекционно-Норд». А 27 июля с 14 часов на площади мира в Архангельске начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. На телеканале «ПС» состоится прямая трансляция праздничных торжеств. Не пропустите! Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала «ПС». Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале «ПС» и в сетевизоре портала «Правда Севера». Далее о курсе валют. По данным Центробанка на 24 июля доллар США 34 рубля 81 копейка. Евро 46 рублей 87 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работала Елена Гончарова. Всего самого доброго и до встречи! В Вельске 24 июля переменная облачность, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Котласе пасмурно плюс 19. В Мирном облачная с прояснениями погода 20 градусов выше 0. В Новодвинске днем пасмурно плюс 18. В Архангельске в четверг 24 июля малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем плюс 18. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление будет расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова